на ремонте стиральная машинка фирмы ARISTAN. модель ALS 109x с вот такой проблемой при включении начинает просто проклацывать командный аппарат. будем разбираться сейчас в чем может быть проблему. по возможности устраним и отремонтируем вместе. одна из причин почему так может происходить это проблема с электродвигателем. получается что при малых оборотах обыкновенная стирка он еще работает. а вот когда нужно крутиться быстро уже щетки не сработают. одна из причин это проблема со щетками может быть. вот поэтому мы сейчас положим на бок. открутим электродвигатель или открутим щетку если будет доступ. но сначала ложим на бок и смотрим что мы можем из доступа. то ли чтобы снять щетки надо электродвигатель снять. то ли прямо на месте щетки снимем. посмотрим. если дело в щетках меняем щетки и будет как новая машинка. положил я на бок в стиральную машинку и здесь прямой доступ к щеткам. сейчас эти два винтика с одной стороны и с другой стороны такой же. откручиваем и смотрим что с щетками. электродвигатель даже снимать не обязательно. и посмотрим. итак я открутил щетку. снимаем. а вот этого нет. должна быть вот такой длины изначально. а сейчас вот такая. значит проблема именно в щетках. меняется она не сложно. снимаем контакт. нужно поменять или полностью вместе с пластиком или я обычно меняю перепаиваю. сам корпус с поводу к припаиванию продается отдельно в графитовой части. а можно поменять вместе с корпусом. вот так. просто подбираете для своего или по размеру щеток. вот этих или для своей стиральной машинки. обращайте внимание что вот играет роль. смотрите. бывают вот эти отверстия или ровно или под наклоном. вот эти две пымпочки. или есть или нет. ну и контакт. вот этот. бывает выход вниз. бывает вбок. бывает вверх. бывает назад. поэтому подберите. по модели стиральной машинки вы всегда можете подобрать правильную. ну или просто выбираете меряете ширину толщину. я так заказал. у меня есть несколько комплектов именно самих щеток. они разные бывают ширины. сейчас отпаяю старый припаиваю новый. и скорее всего это полностью решит проблему. со стиральной машинкой. и она будет снова работать. тем более хозяева говорят что уже поменялась. ну остальное тут в принципе плюс минус в хорошем состоянии. проверим сейчас еще в каком состоянии. барабан. подшипники барабана. проверить можно. за барабан берете и как бы вверх его поднимаете. если он тык-тык поднимается и клац-клац. с установленным ремнем может не слышно быть. дверка закрывается хорошо. барабан вроде бы не тарахтит. поэтому скорее всего это полностью решит проблему. все откручиваю вторую щетку и перепаиваю и думаю что это полностью и ставлю на место.